Итак, сегодня заявленная тема – это устная тара. Тема бесконечная абсолютно, тема огромная, и как бы надо… Вот Натан сказал, что хочется что-то формальное, просто формальное введение, с чем мы имеем тему. Давайте немножко истории. Что такое устная тара, что такое песня? Теория гласит следующее. Давайте начнем с простого. Вот поколение, которое вошло в землю Израиля, у того поколения устная тара – это было ровно пятикнижие. Все. Через 40 лет или спустя еще какое-то время было добавлено еще одна более-менее священная книга. Это книга Ягошуа, книга по-русски «Иисусу Новина», по-моему, по-русски она называется. Потом добавлялись разного характера книги и сформировался письменный блок в 42 книги, которая признается Танахом писанием священными книгами. В самом начале действует правило, что подлинно священной книгой на все времена является пятикнижием. Закон учит только из книг пятикнижием. Больше ни из каких других книг закон учить не положен. Да, можно опираться на книги пророков, но как бы как на свидетельство, что в их времена поступали вот так. Обратите внимание. Что как бы книги пророков оказываются в некотором смысле устной торой, в том смысле, что если вы говорите о письменном законе, то письменный закон – это пятикнижие, больше ничего. Все остальное – подспорье к нему. Это не унижает остальные книги. То есть это принижает по значимости книги пророков и книги писаний. Но все как бы держат в голове, что их значение ниже. То есть они священны, но другими. В результате в какой-то момент, непонятно в каком, были, ну, Великое Собрание, обычно датируется это деятельностью Великого Собрания, это где-то район Эзер-Энхэмии, возвращение из Вавилонского плена, когда были канонизированы 42 книги Танаха. Я не буду сейчас приводить счет, как получается, 42. Для тех, кто не знает, две книги Шмуэля и две книги Царств считаются одной книгой. Каждая из них. То есть две книги Шмуэля – это одна книга, две книги Царств – это еще одна книга. Две книги Хроник – это и одна книга, и книга Эзер-Энхэмия – это одна книга, а не две книги. Я не буду вот эти расчеты – 42 книги. Как бы и вот здесь важное событие. Важное событие. Люди Великого Собрания, они постановили, как бы закрыли священный канал. Вот здесь подведена черта. Вот это священные книги. Вот теперь, что было дальше? Смотрите, мы имеем дело с народом, как принято говорить, народом книги. По этому поводу ученые люди читали священные книги и изучали священные книги. И, понятное дело, писали какие-то книги. Потому что представить себе читающих людей, среди которых не найдется, кто не попробует написать книгу, невозможно. Потом произошло… Теперь дату я не могу назвать, когда это произошло. Где-то между минус первым и первым веком до новой эры или первым веком новой эры было издано постановление, запрещающее все внешние книги. То есть все книги, которые не Писание, которые не Танах, то есть которые не Библия, стали запрещены. Запрет этот формулировался так. Их запрещено копировать. Их не требуется уничтожать, но их запрещено копировать. И в результате эти книги в большинстве своем ушли из еврейской традиции. Из самых известных книг вот этого периода, то, что называется «Период второго храма», это книга Бен Сира, по-русски книга Иисуса, сына Сирахова. Она была очень уважаемой книгой. На эту книгу многократно ссылается Талмуд, цитируют ее. Ее продолжали тайком копировать, кстати, но дошла надо нас в греческом переводе. Тем не менее, в результате исследований в Каирской Денизе найдены достаточное число отрывков оригинальных этой книги на иврите, чтобы из них ее практически целиком составить оригинал ивритский. На данный момент она практически целиком восстановлена в оригинальных текстах, но они не очень хорошо выверены, а то, что вот имеется у нас по материалам Каирской Денизе. Это самая известная книга этого цикла, этого круга. Например, вторая книга очень известна из этого цикла, которая в наше время старательно изучается куча народу. Это так называемая книга юбилеев. Она сохранилась на языке Гэз. Это древний Ахмерский, Эфиопский. Это тоже семитская группа языков, тут надо заметить, родственный язык, но очень далеко отошедший от иврита и арамейского, но тем не менее, это та же группа языков. Эта книга канонизирована была в Эфиопии христианами, но очень уважалась еврейской общиной Вавилона, ой, в Эфиопии, извините. Книга, на мой вкус, еретическая, с моей точки зрения. Там куча вещей, которые не лезут ни в какие ворота, на мой вкус. Но это какое-то популярное изложение библейских событий и какие-то мысли автора. То, что я из нее видел, я никогда не изучал, честно признаюсь, не люблю изучать такие книги. Вот, своего хватит. Но тем не менее, ее в наше время изучают довольно внимательно, но ровно в силу того, что она является некоторой основой для эфиопской общины еврейской. Это вторая из известных книг вот такого цикла. Ну и там еще много чего было. В православном каноне там книга пророха Баруха, книга этой самой, как ее зовут, эту женщину Юдифи и еще серия книг в том же духе. Эти книги как бы исключены из еврейского канона и их я не помню как считают. Я могу сейчас посмотреть точно, но не 39, я точно говорю, что 42 у меня. Обычно, когда у меня такие числа вылетают из головы, то они в общем правильные. Значит, Эзерен и Хемя начали Мейер, я сейчас четыре раза пересчитал, причем и в английском. Давайте так, Писание, извините, Писание, это у нас три большие книги Писания, плюс пять Свитков, плюс одна Эзерен и Хемми, плюс Даниэль и плюс Хроники. Восемь книг, да, получилось? Правильно я и считал. Восемь книг. Две Хроники. Хроника одна, они разбиты для удобства, длинные книги для удобства разбиваются пополам. Значит, те книги, которые в еврейской традиции имеют номера первая и вторая, все считать одной книгой, ее просто, ну, представьте, те книги же на свитках написаны, и представьте, очень толстый свиток, совершенно неудобно работать с ними. И ее разрезают на два свитка. Значит, при этом, вот, еще раз, я с Рейны Хамя одна книга в этом случае получилась. Восемь, да, у нас книг получается писаний. Дальше, у нас пророки, ранние пророки, Яхашуа, Судьи, Шмуэль, первая и вторая, одна книга, цари. На этом мы ранних пророков кончили, да, четыре. Поздние пророки, вот теперь, не дай Бог сбиться, Исаия, Иеремия, Ехэскель, три больших пророка, да, это у нас восемь уже, да, двенадцать малых, это двенадцать книг, это двадцать, и восемь, и пять Хумаша. Минуточку. Мейер, вы запутались просто, вы хотите считать, как будто двадцать четыре, как стандартная еврейская традиция считает двадцать четыре книги, то есть вы начали убирать Деврей Гаймим как одно, и так далее, и тогда мы выйдем на цифру двадцать четыре, но вы же сначала посчитали, чтобы по христианской традиции разбивать все на два, два Шмуэля, два, и тогда будет 24, слушай, 24 действительно должно получиться, 24 должно получиться, а почему, откуда, потому что 42, 24, понятно, понятно, маразм, 24 должно получиться, и так 24 книги. Здорово. Ну да, извините. Ладно, я потом посмотрю, с чего вдруг 24. Послушай, я проверил потолдот, просто как написано, да, в одну, если считать Деврей Гаймим действительно за одну книгу, у них разбито на две, для удобства, получается 24, если ты складываешь пяти книжки, пророки, ну хорошо, 24, окей, договорились, значит, я умудрился в маразме быть. А, я знаю, почему, откуда у меня 42, у меня в компьютере, для того, чтобы не сбивали счет, все компьютерные варианты книг переномерованы, у меня их 39 почему-то. Замечательно. Они у меня просто переномерованы, потому что иначе он сбивает, их начинает в алфавитный порядок ставить, а я хочу, чтобы они были по порядку. Я теперь понял, откуда у меня такие большие числа в голове. Окей. Понятно. Значит, все это на самом деле, вот теперь вопрос выглядит так, вот письменная Тора, как бы утверждение, что только эти книги можно записывать, то постановление, которое было, оно на самом деле не призвало уничтожать книги, оно призывало, что копировать можно только книги письменной Торы. Вот больше никаких книг копировать нельзя. и как бы это был запрет на письменную деятельность. Вот это постановление. И вот здесь родилось понятие, которое было сформулировано здесь, по всей видимости, но существовало задолго до этого, это понятие разделения учения на письменную и устное учение. Ситуация выглядит так. Вот любой человек, читающий человек, особенно, который читает древние книги, должен понимать серию реальность, реалий книги. В любой книге куча вещей не написана, потому что все знают. как бы вот не нужно писать, ну давайте какой-нибудь пример дурацкий. Значит, когда там автор 19 века пишет, что кто-то заплатил рубль, то он не ставит в сноску, что можно купить на рубль и курс валют. Потому что все знают, когда он пишет, что такое рубль и сколько это. Точно так же, как никто не описывает корову. Потому что все знают, что такое корова. По этому поводу, если у вас существует древняя книга, любая, и если эта книга обязательно для чтения и изучения, то к ней прилагается, это только первое, с чего я начинаю, к ней должна прилагаться некоторая устная традиция, которая будет говорить, что есть что в этой книге. Вот, например, когда говорится, что заплатить надо шекель, то вопрос, что такое шекель, какой шекель. Вот, давайте так, представьте себе, что мы имеем книгу, в которой написано, что в таком-то случае надо заплатить рубль. вы смотрите в книгу и глядите на ее датировку и обнаружите, что это шестнадцатый век. Тогда вам где-то нужно иметь боковую традицию, сноску, что такое рубль шестнадцатого века. Чему нравится? Вот, например, там вот гривна, это еще хуже. Вот, написано слово гривна. Вы понимаете, что гривна там, скажем, самое древнее упоминание гривны, известное мне, оно, подозреваю, в еврейском письме, в еврейском письме записано, правда, она не называется гривна, но имеется в виду явно она. И это фунт серебра. Фунт, неважно какой, мы не знаем каких размеров фунт, но это фунт серебра. Или это современная гривня украинская. Тогда это сильно меньше фунта серебра. А фунт, какой бы маленький он ни был, это грамм 300, 300, 400, от 300 до 500 грамм, в зависимости от страны. То есть вам нужна какая-то сопровождающая всегда информация. Эта сопровождающаяся информация может быть разного рода, и иногда она совершенно смешная. Вот если в книге перечислено животные, то обычно традиция языковая хорошо сохраняет название домашних животных и животных живущих около человека. Вот у вас нет проблемы с тем, чтобы определить, что такое собака. Вы знаете, что собака это хорошо передается. Но вот давайте какой-нибудь смешной момент приведем, и это будет хорошо иллюстрировать. Значит, в книге Левит приведен список восьми животных, мелких явно животных, трупы которых являются источником скверна. Значит, да, теперь вопрос, что это за животные. И вот я много читал по этому поводу, кого и чего. но так как это животные, во-первых, это животные эр-цес-рей, в результате, вот давайте иллюстрацию, Раши там одно из животных отождествляет, как пишет, что это крот. Он французское слово употребляет, поэтому мы знаем, кого он имеет в виду. Он имеет в виду крота. Анекдот состоит в том, что в земле Израиля кротов не водятся вообще. Животные в земле Израиля не существующие. А животное, которое может иметься в виду, называется зоологически слепыш. Это другое животное. Оно, если вы рядом положите крота и слепыша, вы их не перепутаете, они не похожи друг на друга, хотя и те и другие живут слепыш повыше крота. Но слепышей нету во Франции. У нас нет кротов слега, хафарферет. У нас есть слепыши, другое животное. Хафарферет это слепыш? Да, конечно. У нас нет кротов. Зоологических кротов у нас нет. Когда называют этого человека, который засланный в чужой стан для того, чтобы информацию выдавить. Послушай сюда, но есть правила перевода. Знаешь, я как-то ухмыльнулся, и это навсегда осталось у меня в качестве иллюстрации. Шлепыш никогда не знал. Ну, хорошо, окей. Не помню, кто из авторов писал по поводу переводчик кто-то с японского, который стихи переводит в японский. Как-то я обнаружил у нее чудесное замечание, что такую-то птичку, она дает зоологическое название птицы, японской, все переводчики переводят соловей. Соловьев не водится в Японию, а ту птичку, которая там написана, не водится в России. Но если вы напишете баркарул, неважно, любое слово, то это будет смешно по-русски. Поэтому, помню, все переводчики договорились, что пев, чья птица, которая поет под окном и вызывает счастливое чувство у японцев, будет в русских переводах называться соловьем. И согласись, что в этом логика есть. То же самое. У нас нету кротов, но есть похожее животное. Поэтому давайте считать то же самое. Пойми простую вещь. Вот как-то я переводил некоторые псалмы, и там мне издатель прислал замечание. Я написал «Доманы водятся в горах». На что он сказал, что исправь на что-нибудь, потому что куча народа решат, что это опечатка, это демоны. Потому что какой русский человек знает, что такое Доман? Доман – это горный кролик. На кролика не похож от слова вообще. У него нет длинных ушей, у него довольно короткие ушки. Он телом немножко смахивает на кролика. Это правда. Но не похож ни головой, ни ушами. Тем не менее, горный кролик, он сказал, что не пиши слово Доман. Мне не жалко. Пусть будет горный кролик. И Тюбди тоже говорит бы Исраэль Эйн Хафарфер Эт Клаль. Молодец. Эйн Хафарфер это слепыш. Здесь отождествление очевидно, если это животное, которое под землей. У нас единственный вариант сказать только слепыш. У нас другого варианта нет. Послушай, у меня как-то была сводная таблица, как этих восемь животных кто и как отождествляет. Лучший список у Саади Гаона на самом деле в переводе. Он ближе всех живет и лучше всех знает. Он в земле Израиля жил и он лучше всех знает. Саади Гаона. На мой вкус он самый надежный, он из этого региона и он учился в земле Израиля, поэтому у него может быть лучше традиция. Но вот таких примеров великое множество. И дальше вот когда начинают отождествление например диких животных, то это нечто ты читаешь и долго думаешь там олень и там на все языки олень в земле Израиля переводится словом хирш, который благородный олень, но в земле Израиля не водится благородных олень. Здесь таких животных нет. И это регулярные вещи. Вопрос понятно, что в чем проблема. Утеря устной такой традиции, утеря такой устной традиции, она невосполнима чаще всего. По причине того, что для того, чтобы сказать это лось, надо взять ребенка или взрослого человека, показать лось и сказать, лось это вот это. Нет, благородные олени здесь никогда не водились, здесь владелись эти самые дуры, одна из разновидностей тура. Благородных оленей никогда не было. Послушайте, земля Израиля исследована в зоологическом виде и археологически. Что здесь было, что не было, она исследована совершенно великолепно и лучше многих других земель. И что здесь там, скажем, вот когда написано в земле Израиля медведь, мы даже знаем, что за медведь. Не бурый, конечно же, а сирийский подвид бурого медведя, это правильное название. Мэй Равширки говорит, что верблюда откопали археологи буквально лет, наверное, 500-600 назад. Значит, до этого верблюда не водились в Древнем Израиле. Если не откопали... Вы имеете в виду 600 лет до Новой Эры? Да, рисунки были давным-давно, а настоящие остатки откопали недавно. Если нет археологии, нет животного, правильно? Нет, я нет. Я говорю, есть письменные свидетельства, но дело в том, что с верблюдом у нас нет проблем, верблюд домашнее животное. Поэтому традиция, которая из них верблюд, у нас есть. Про верблюда у нас нет проблем. У нас проблема вот список диких птиц, которых нельзя есть. Вот там вот начинается проблема на проблеме. Кто есть кто из этих птиц? Вот там проблема. С верблюдом нет проблем, с медведем нет проблем, с медведем очень легко. Но вот уже слово намер, который из кошек имеется в виду, ясно, что это крупная кошка. Это может быть барс, это может быть леопард. На выбор. Думаю, что леопард скорее, чем барс. Но вот это проблема начинается. Смотрите, но это крупные и красивые животные, но они водятся много где. Но вот когда у вас начинаются специфические животные земли Израиля, то, скажем, слово кипод, которое все однозначно воспринимают как ежа, вообще-то я уверен, что это птица какая-то, это не еж, это птица какая-то в писании. Но традиция разорванного, именно потому, что воткнуть пальцем и сказать это вот это. Вы знаете, вот поймите, я вот в птичках не очень мелких разбираюсь, я не орнитолог совсем, да и не очень интересный но тут я гордо написал, что я сегодня гулял и наконец-то твердо обознал птичку. Я дико извиняюсь, меня осенило загадка, может быть те птички не птички, которые плохо летают? То есть кипод кипод это точная птица. Ну да, которых нужно кишить все, которые плохо летают. Нет, 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 я думаю, что это какая-то ночная птица. Она характерна, дело в том, что она упоминает как жительница развалин. Это птица, которая живет в развалинах, она вот так описана у пророка Исаия. Ну и мы приходим к какой-то филин, сыч, ну и подобные птицы, да, в результате. Хотя может быть и какой-нибудь стервятник с таким жестким. Не знаю, я не люблю такие. Так вот, я тут однозначно определил птицу. Летит зелененькая птичка, и ясно, что это зеленушка, потому что она зеленая. Выяснилось, что я угадал. Эту птицу за логическое название зеленушка. На всех языках, на иврите яркан. Но поймите, если вы вот так определяете, но таких птиц немного, которые так замечательно можно определять. Зеленая птичка значит зеленушка. Обычно таких птиц все-таки мало. Извините, ради бога, но у меня во дворе живут 8 зеленых попугаев. попугаев. Нет, подождите, минуточку. Попугая я могу отличить от птички зеленушки маленькой. И попугая зеленушкой не назову. А потом у вас драры эти живут разведенные в диких количествах в Израиле. У нас тут тоже живут. Вот, но он же не зеленушка, он зеленый, большой он попугай. Попугай я узнаю всегда. Значит, это проблема устной традиции, которая как бы сохраняется на уровне носителей языков и жителей страны. Но это не очень удачный еще пока пример. Примеры куда более серьезные. Это, например, куча предметов, которые надо видеть глазами. Например, длинный спор о том, вот, современный абсолютно спор, старинного спора. Как устроены минора? Как выглядят минора? Минора это светильник храмовый семисвеж. Какие у него ветви полукруглые, как на рисунках с аркетита, или прямые, как на схеме рисунки Рамбова? И мы по тексту Тора это узнать не можем. то есть должна быть какая-то вот такая устная традиция, как это делается. Кстати, по закону только золотая минора, золотой семисвежник требует строгого соблюдения формы. Но есть еще куча подобных вещей. Например, там вроде по краям круглая, а в середине прямая на миноре. Интересно средняя ветвь. Ясно, что средняя ветвь, по любому мнению, прямая. Вопрос боковые ветви. Они вот круглые, как на аркетита, как на гербе Израиля. Сто процентов, мне кажется, круглые. или прямые. Я хочу заметить, на аркетита я внимательно разглядывал прорисовку миноры с аркетита. Это не минора из храма. Вы понимаете, что это не храмовый светильник, то, что они там несут. Это что-то другое. На нем изображены драконы. На этой миноре изображены драконы. Я извиняюсь, мир, опять же, вмешиваюсь. Но мы с мужем тут разговаривали. Я говорю, что они 40 лет по пустыне ходили? Он говорит, да мне научились ковать. Даже попробуй ее выкуй при тех условиях. Ну ее отливали, ее лили. Кстати, ее отлили в течение сразу же освящение храма произошло на второй год после выхода из Египта и сразу была внесена минора прямо по описанному описанию. Поэтому минору они научились быстро делать. Спасибо, это важно. Вспомните описание освящения храма в конце книги исход. там написано что Мошер расставил по храму и там написано минору поставил сразу поставил. Там не было проблем сделать ее. Но они по известному Медрашу что Бецалейль, тот, кто делал храмовую утварь, никак не мог понять из описания миноры, объявить внимание, он не мог понять описание миноры, полное, готовое в Торе. И по этому поводу Всевышний показал Казо. Вот такое дело показал огненную минору Бецалейлю. Подобная вещь, вот подобная абсолютно Медраша. Когда шекель надо давать каждому, кто проходит во время переписи, то такой же Медраш. Всевышний показал огненный шекель, Мошей сказал, вот такой давайте. То есть обратите внимание, что монета это тоже непонятно какая, то есть должно быть уточнение. И без этого уточнения вы понять, какая монета не можете. по описанию текста, хотя опять в тексте описан вес этой монеты в 20 там, Гера, там есть описание этой монеты. Тем не менее, ну не монета, я думаю, что это слиток была, не монета. Тем не менее, недостаточно. На самом деле, фокус в том, что любой закон, вот всякий, кто имел дело с законами, отлично знает, что вот давайте так вот, как в таких случаях объясняют юристы, куча народу думает, что сложнее всего, чтобы стать юристом, адвокатом, прокурором и так далее. Труднее всего выучить кодексы и запомнить статьи кодекса. Так вот, это самое простое. Это просто профессиональное знание. оно автоматически накапливается. Постепенно. Просто накапливается это знание и, в общем, с кодексом, как правило, нет проблем. Выучить кодексы в европейском праве, как правило, не так сложно. А вот применять их безумно трудно. Вот пять лет уходит на то, чтобы научиться их как-то применять. вот это умение применения. Да, Минару показали Бецелелю и Маше тоже. Иначе как же он ее делал бы, Бецелель? И вообще я напоминаю, что Бецелель, он у нас там прямо по тексту Тору уровень пророческий. Для того, чтобы все это делать, там пророческий уровень требует. Посмотрите, вот призвал Бецелеля Бен-Хур и посмотрите дальше, что про него написано. Он преисполнил Руах-Хахма, Руах-Хахма, то есть дух мудрости. Это не простого человека свойства, это пророческого уровня человека. Значит, и вот здесь начинается самое сложное. есть правило применения законов Торы. Где применяется, как применяется, кому применяется. На момент получения Торы письменной как бы весь этот комплекс дополнительных знаний, которые составляют душу юриспруденции, душу закона, он возник и был. Вот это, давайте я очень грубо скажу слово правоприменение. Чаще всего люди отшиваются в областях правоприменения. Вот обычный пример, который всегда все юристы приводят. Там право на наследство имеют родственники, родственники, точка. По этому поводу, подождите, родственник это кто? Юрист вдруг говорит, родственник это член той же семьи первой родственники. То есть дети, родители, братья и сестры. Ой, извините, дети и родители по прямой восходящей и нисходящей линии. Говорит, а братья? А братья нет. Следует это оттуда-то. Закон. Говорит, подождите, написаны родственники, вы совершенно незаконно ограничите. Отвечаю, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии. Братья и сестры нет. Например, подобное в израильском праве касается, например, права переезда в Святую Землю. Там есть серия оговорок про братьев и сестер, которые там большие проблемы начинаются. Вот такие вещи хохма бинаут вунаут да, значит, вот такие вещи это и есть устная тара. Вот это сопровождение, вот это атмосферное сопровождение, вот то, что является сохранение исходных понятий, исходных правоприменений. Это то, что остается как бы оно даже не в традиции остается. Вот тут я хочу немножко понимать. Представьте себе где-нибудь поколение Дегашуа, третье поколение уже растет, вышли из Египта, завоевали Землю, третье, четвертое поколение. Кто-то там левит, коэн, священник, изучает закон и библейский закон. Как он это делает? Он, ну, когда он ребенок, он там учит наизусть огромные тексты, ему объясняют, что что значит, но дальше он начинает сопровождать учителя, это может быть отец, это может быть неотец, он начинает при нем работать. И он просто смотрит вот это право конкретное применение. Ему учитель объясняет, почему закон такой, а не другой в данном случае, почему применяется этот закон. Ну, например, вот и регулярно душа любого законоведа что-нибудь любит обсуждать. Пограничные случаи. например, является ли аборт убийством. Вот такой классический пример. И он должен это, он это получает просто потому, что он здесь находится. Я хочу заметить, он не учит устную традицию, он ее проживает рядом со своим учителем, рядом с другим учителем. он прежде чем приступает к деятельности и сам начинает быть руководителем правоприменения, он проживает вот этот вот превращение слова в жизнь. Вот как это сделать? Как бы есть слово, это такой скелет, на него надо нарастить мясо жизни, чтобы это было живым, чтобы это было можно применять в жизни. Это делается, вот я хочу обратить внимание на вот то, чего я пытаюсь, к чему я упорно клоню. Это как бы не преподавание устной тары, здесь нет акта преподавания какого-то, здесь куда более серьезное занятие. Он проживает некоторое время вот в этой среде и в результате он сам становится одним из носителей этой традиции. Иными словами, долгое время вот Тара существовала в виде текста письменного и носителей ее традиции, которые были люди. Регулярно эти законы не были сформулированы точно даже. человек просто знал, как это делается. Вот незабываемо абсолютно один из галактических вопросов Раву Каневскому. Скажите, пожалуйста, Рэбе, можно ли поступать так-то? Рав Каневский. Вам практика нужна или обоснование? Говорит, какая разница? Говорит, если практика, то нет, а если обоснование, то мне нужно две недели, чтобы ответить. Но обратите внимание, если вопрос о практике, то нет, то так нельзя. А если обоснование, то мне надо сидеть думать. Почему он так уверенно говорит, нет, даже не зная обоснования к этому ответу? Потому что он это прожил, он в этом живет, он является носителем этой традиции, ему не нужно над этим думать. безусловно, есть вопросы, которые, если вот так сходу задать, то он не сможет сходу ответить. Ему придется думать, несколько раз я любовался таким вот довольно авторитетным человеком, но тогда еще довольно молодым, очень умным, он выглядел выглядел так. Можно ли тот ответ? Конечно, да. После этого он начинает длинное рассуждение, привлекая все источники, и нах не получается, ой, получилось нет, значит, нельзя оказывается. Причем минут через сорок он долго приводит основание, он говорит, нет, не получается, нельзя. Но он еще учился, через 20 лет он уже таких номеров не откалывал, как раз мне повезло, его видел в молодом исполнении еще. Это вот так вот делать. Мир, извините, пожалуйста, чтобы у меня картинка сложилась, скажите, пожалуйста, что сначала, звук или буква? Мир создан звуком все-таки или буквой? Мир создан брох элухим который мерахэф альпне гамайм. Значит, мир создан. Рох это слово, как мы говорим в таких случаях, это то, что выходит в Рох, мне все время кажется, когда говорю рох, это как вдыхание чего-то, это как деление своего дыхания. Слушайте, я напоминаю вам одну простую вещь, что рох это ветер, буквально, причем ветер во всех смыслах. Дыхание, да, но вначале было вот не слово, это неправда, потому что про Всевышнего вот если бы было слово, то так было бы написано. Слово есть, вы вредите несколько слов для обозначения слова, слово, вот нет проблемы с этим словом, но обратите внимание, что говорится, что сказал, но сказал относительно Всевышнего, мы не очень хорошо представляем, что это такое, да, что это за сказал, которое превращается в действие, вот здесь у нас есть книга Яцера для всех этих дел, где книга Яцера говорит о том, что в дальнейшем созданном мире, по мере создания возникло 32 канала, 22 буквы и 12 и 10 цифр, ну чисел в данном случае, все-таки тогда еще 0 не было, но их все равно считалось 10, 10 считалось цифрой. Значит, но это каналы, эти каналы чем-то надо заполнить, и эти каналы, которые заполняются, это звук, и у каббалистов, например, вот есть каббалисты стиля, ну вот есть, вы меня извините за то, на кого я ссылаюсь, есть Мушек Ордовэро и Раби Авраам Абулафи. Вот один строит очень много именно на буквах, а второй строит очень много именно на звуках. Разные два подхода абсолютно. Поэтому говорить, что раньше, но это невозможно, это что раньше, курица или яйцо, как бы раньше вообще это слово. А слово это не буквы, слово это вот классика каббалистическая как бы буквы это тело, а душа этого тела огласовки. Потому что и понятно почему. Огласовки это гласные звуки, это именно дыхание, да? Ну почему непонятно? Ро! Это прям фу, фу, фу. Нет, 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 фэ это постановка губ языка, а гласные это именно дыхание. Я теорию сейчас возлагаю классическую еврейскую теорию. Как будто вдохнуть. Послушайте, вы понимаете, что у нас огромное количество литературы, посвященной буквам и звукам и их и общей теории фонетики. Вот вы долго удивитесь, но это очень древние тексты и еврейские грамматики там, скажем, 9 века, 10 века их книги сохранились и их куча народа читали. И они как раз отлично знают вот эти фонетические правила. Я забыл неправильное слово, я говорю фонетические в смысле где постановка языка, где постановка губ, развлечение звуков на губные передние язычные, задние язычные, задненебные, они все это знают. И при этом гласные буквы упорно считают, что это именно дыхание. А дыхание это душа, это на автомате, еврейская традиция на автомате это все произнесет абсолютно. по этому поводу, что в начале, тело или душа? Ну, 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 как бы вам это сказать, да? Тело без души мертво, но душа без тела как бы тоже не совсем существо. Но вы про человека говорите. Да, конечно. Да, конечно. Но поймите, если мы говорим про ангелов, то вы понимаете, что как мы не понимаем ангелов, так и ангелы не понимают нас. Что это двояко. Что это в две стороны. Мы не понимаем, как может существовать чисто духовная сущность, а они не понимают, как может существовать материальная вещь. Нет, но на самом деле... Это вне их мира, это вне ангельского мира. Горние ангелы не могут понимать, что такое материальная вещь. Им это недоступно. Для них это абстракция. Они могут влиять на них, обратить внимание, они могут влиять, но для них это серьезнейшая абстракция. наш мир для ангелов, для ангелов очень серьезная абстракция. Им очень... Они это не воспринимают. Попробуйте сугубо духовной сущности объяснить, что такое материя. Это понимание, которое упорно... хаббатники пытаются... Вся книга Тангия, хаббат регулярно пытается втолковать эту простую вещь, что нам кажется очень трудно понять, что такое чисто духовная сущность. Но при этом надо понимать, что есть точно такая же проблема у духовных сущностей понять, что такое материальное сущность. Это абсолютно перпендикулярно. Вы понимаете, в чем дело? Это вот то, что я нашел как-то у одного человека объяснить, в чем проблема. Скажите, пожалуйста, может ли стена быть преградой дважды два-четыре? Ну, не обязательно. Не обязательно. обязательно. что они существуют по-разному. Потому что дважды два-четыре это вещь не совсем материальная. Они вообще друг с другом. Но может ли стена понять дважды два-четыре? И может ли дважды два-четыре понять, что такое стена? А у вас вот это... Дважды четыре это очень материально, а дважды два-пять это не материально. Мейер, слиха, можно одну секунду? Одну секунду. У меня большая просьба к участникам. Я думаю, что я правильно выражаю настроение. Пожалуйста, все вопросы, которые не имеют прямого отношения к тому, что начал говорить Мейер, пишите в чате. Потом мы с ними соотнесемся. Иначе это получается полный балаган. Мы все время прыгаем из одного места в другое. Я понимаю, что Мейера можно как бы использовать в любую тему. Я хочу вернуться к теме. Так вот, я хочу обратить внимание на следующее. Как бы письменная Тора в результате всех этих дел оказывается этаким скелетом, материальной основой для всего. А вокруг него есть что-то живое. Вот это живое, вот эти носители живого применения слова. Не абстрактной Торы, а живой Торы. Это носители. Вы хотите назвать это устной Торой? Нет еще. Потому что это как бы превращение слова в жизнь. Притворение. Вот эти носители, вот эти люди, они и есть носители живой Торы. Вот разница очень важная. Вот есть как бы текст, а есть его живое, каждодневное применение, притворение в жизнь, исполнение и так далее. Где начинается устная Тора именно как учение? Вот обратно внимание, не как жизнь, не как образ жизни, а как учение. Оно, как правило, начинается там, где начинается обучение и там, где начинается преподавание. И если первоначально, вот давайте я напомню вам эту историю, где-то в первом веке до новой эры, Бен Шатах установил массовое обучение, бесплатное фактически, массовое обучение еврейских детей. Оно и до этого было. Их было много. Школы были, но они были необязательными для посещения, а по мере возможности. И они были не столь массовыми. Бен Шатах своим постановлением потребовал всеобщего образования, независящего от состояния семьи. Это означает, это серьезное вообще, это очень серьезное постановление, потому что это означает, что ребенок с такого-то по такой-то возраст, мы вырываем его из производительной деятельности семья. Ребенок 5 лет может постиг усей, я шучу, конечно, но он может много чем помочь, пара рук в семье, которая очень способствует. Мы требуем, чтобы ребенок ходил и учился. Четыре года обычно, как минимум, это требование было. Минимальное требование. Да, это левицкие школы были и раньше, но в тот момент, когда вы переходите на массовое обучение, у вас начинается, в первый век до новой эры, реформа Бен Шатаха о введении всеобщего обязательного образования, я подчеркиваю, то, что до этого было образование, с этим никто не спорит. Оно было до этого и довольно массовое. Но здесь всегда вопрос о введении закона об обязательном образовании. Понятно, что в тот момент, когда вы ввели этот закон, это еще займет время. Для того, чтобы было понятно. Значит, если я правильно помню, в Российской империи закон о всеобщем образовании 1892 год, двухлетнего образования обязательного. И до начала его исполнения прошло где-то лет 12, пока это сумели реализовать. Лет 15 мы пытались реализовать. Этот закон еще надо реализовать. Еще нужно учителя, помещение, заставить детей ходить и так далее. То есть где-то как-то это начало осуществляться к 20 веку только. Но вот здесь начинается именно та самая вещь, которая требует при массовом обучении каким-то образом сформулировать то, что раньше мы неплохо передавали и просто друг к другу носители этого знания. Плюс ко всему была еще одна вещь, которую тоже надо более-менее представить. Значит, я могу сказать совершенно точно некоторые формулировки вот этих законов устных знаний, они существовали намного раньше постановления Даньшатаха, потому что я напоминаю закон, библейский закон о том, что если вы не можете решить проблему в одном из колен, например, или в одном из городов, и у вас вы не знаете, что чисто, что не чисто, что дозволено, что не дозволено, то для этого вводится система судов и высший суд, на который находится в районе храма. Тем самым у вас уже были, уже с законом Торы, установлены некоторые вещи для решения, некоторый аппарат решения трудных вещей. И этот аппарат Верховный суд, Сангедрин, но Сангедрин Гдула, в данном случае нужно говорить, большой Сангедрин, великий Сангедрин, значит, это Великий суд, он заседал в Херусалиме, и вообще-то на территории храма, но не здание храма имеется в виду, а рядом с храмовым двором там было помещение, одна сторона зала тесаных камней выходила в храмовый двор, а вторая сторона вела в полисаду. с другой стороны стены выходила, проходила. Эти решения, вот тот момент, когда вы говорите, что у вас есть Верховный суд, который решает сложные проблемы, вы как бы автоматически сказали, что у вас есть система записи этих постановлений. Эти постановления по мере надобности каким-то образом передаются дальше и запоминаются на будущие годы, как прецедентные постановления. Вот их надо учить, потому что что получается, что такое вышло решение по некоторому вопросу. Это означает, что непосредственно с текстом Торы, даже носители Торы это постановление не могут решить однозначно. У них есть соображения в эту сторону и в эту сторону. Кончается это тем, что Верховный суд простым голосованием, простым большинством решил этот вопрос. Вот это решение каким-то образом фиксируется и передается дальше всем носителям. То есть у нас получается, что кроме вот этих вот носителей, кроме вот просто понимания, что к чему, есть еще некоторый комплекс письменный, который является сопровождающий комплекс. Письменный, но в том же смысле, как сборники прецедентов. Как решается тот или иной закон. Он тоже существует. Плюс ко всему Верховные суды регулярно издавали постановления, связанные с теми или иными обстоятельствами. В большинстве случаев это либо ограды, либо ну какое-нибудь решение, оно позднее, оно не Верховного суда, но неважно, скажем, решение о праве наследования дочерей. Такое, оно не Верховного суда, оно другого, оно более позднее эпохи просто. Некоторые вещи суд мог постановить, что мы применяем закон к текущей ситуации. Или очень часто это могло быть постановление, уравнивающее закон для того, чтобы он в ней исполнять. Поймите, некоторые устражения закона, например, вызваны тем, что есть случаи, когда можно, есть случаи, когда нельзя, но объяснять вот это сложно подчиненное предложение простому народу я не готов. И тогда выходит общее постановление, что в такой ситуации мы поступаем вот так. Там есть ситуация, когда можно по-другому, но мы не хотим входить в эту тему. Как бы ученый народ знает, но он знает, что за всем за этим стоит потом постановление, которое гласит. Например, ну давайте какой-нибудь простой пример. Законы чистоты, храмовой чистоты, они, в теории, их как раз больше, чем многого другого. Но тем не менее, понадобилось два постановления, которые обоснованы текстуально, они не из потолка взяты, но все-таки это постановление, которое постановили, что все сомнения, чисто или нечисто, в публичном месте мы решаем в сторону чисто, а в частной территории мы решаем в сторону нечистой. Быть осквернен. Почему? Понятно практически смысл этого. Потому что в общественном месте уберечься от скверны и так очень сложно. А когда вы говорите, что я во всех сомнительных случаях хочу признать все это осквернено, то вы знаете, это уже невозможно. Значит, что было понятно для тех, да, теперь, что касается дозаписей, вот тут вопрос, во времена первого храма были ли записи. Смотрите, архивы судебные тех времен не еврейские, а других народов окружающих дошли до нас в больших количествах. Именно судебные архивы. То есть судебные архивы существовали со времен совершенно незапамятных в нашем регионе. В земле Израиля непонятно плохо сохранились, потому что здесь слишком много побывалось, слишком много воевалось, слишком много перестраивались. Чтобы это сохранилось, оно должно было сохраниться в месте, которое, ну вот, запустеть более-менее были. Но найдены несколько очень хороших архивов, не наших, но нашего региона. По этому поводу мы неплохо представляем себе организацию архивов. Мы можем стопроцентно, да, вот, чтобы было понятно. Вот давайте, в книгах ранних пророков, книге царей, например, очень часто, о куче царей написано, что он сделал то-то, 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 а прочие его дела написано в свитке хроников, хроник царя Израиля или царя Иудея. То есть, эти хроники существовали. Весь анекдот. То, что мы имеем в виде книги царств, это дополнение, неофициальное дополнение к официальным хроникам. Причем, обратите внимание, что это не подцензурные дополнения, потому что такого гадости про царей в цензурной хронике точно не пишут. Там как раз вот такой акцент на то, что царь делали неправильно, это нецензурированное дополнение к официальной хронике. И причем там это написано. То есть, были официальные хроники, эти хроники где-то хранились, эти хроники были в архивах, все могли посмотреть, до нас не дошли официальные хроники царя Израиля. Вы понимаете, весь анекдот, что до нас дошло не под цензурное дополнение к этим хроникам. А официальные хроники, те, которые царь, ну понятно, что царь, который следит за тем, что в хрониках он или его сын, как если в хронику требуется нести деяние отца, он старается следить, чтобы папа был ангелом. И понятно, что в официальных хрониках все папы ангелы. Но как иначе. А если наоборот случилось, что пришел кто-то в результате переворота, то понятно, что мой предшественник, там не забудьте описать, каким годом он был. Официальные хроники так устроены. потом это может поменяться, там все представляют, что официальная хроника. Кстати, до нас дошли некоторое количество стел разных царей, вот особенно в Египте это хорошо видно, где царь такой-то пошел войной против внешнего врага и одержал над ним сокрушительную победу, но историки знают, что вообще-то это было сокрушительное поражение такого-то царя, но на стеле написано, что он победил. Вообще-то сбежал, чудом умудрился сам сбежать. Это известно из других источников, но и доказательно известно. Вот то же самое. То есть архивы были, я вот пытаюсь сказать, архивы были со времен довольно древних, но это архивы суда. Были судебные архивы. Были, например, многократно упомянутые архивы родословных. Обратите внимание, что, например, в качестве профессии, упомянутой во временном незапамятной, это писец. Софер Магир. Софер Магир это писец основной занятий, которое это брачные контракты писать. А брачный контракт писать, это, знаете ли, юридическое мероприятие. Это сегодня мы формально пишем ктубу по некоторому старинному образцу, но в какие-то времена ктуба, брачный контракт еврейский, это много чего интересного. Это очень подробно. Впоследствии такого рода документом стал обручальный, контракт обручальный у восточных общин, это очень любопытное чтение этих контрактов, где подробно описано, кто, что, сколько внесет в семью и так далее. И еще написано дальше, как это дальше будет делиться в случае чего. и эти документы хранились регулярно в судах в КОПЕ. То есть судебные архивы, были архивы родословных, эти архивы добыли. Но, но, это именно архивы. Вопрос, что мы учим, что мы преподаем. И вот здесь начинается очень любопытный фокус. Мы не хотим кодифицировать, то есть писать свод вот этих дополнений к закону. По одной причине такой сборник очень сильно помешает. Потому что мир меняется. Умение приспосабливать письменный закон к текущей жизни это умение, большое умение, которое носители Торы, они это делают. Но при этом все-таки напоминаю, они все-таки вот эта традиция ежегодного чтения Хумаша, она не позволяет далеко слишком убежать. Потому что вы, конечно, можете придумать, что можно, то, что прямо в Торе написано нельзя. Но в общем вам нужно помнить, что народ ее читает и слушает. И он будет очень недоволен, если вы слишком далеко сбежите. Поэтому поправьте. Возвратное всегда что делается. Но писать вот готовый текст у смертных, что вот надо спать так-так-так, это очень никому не хотелось сделать. Это просто мешает. Это очень неудобно. Дело в том, что такая книга, скажем, вот книга, написанная в 16 веке, которую мы пытаемся применять сегодня, она очень мешает, потому что прошло 4 века, жизнь вся поменялась. Без этой книги было бы лучше, потому что на все территории мы сумели правильно приспособить текущую традицию. То есть вот эта устная традиция, которая именно устная, которая передается просто в стенах академии, где лекции основные, ведь я же обратно внимание, в Еши нам лекции читали раз в неделю. Вот единственная лекция, которая была, раз в неделю читалась лекция. Больше лекций не читалось. Шульхана Руха не мешает соблюдать заповеди. Я потом объясню, почему все это перешло в письменный вид. Я пока говорю про устный вид. Вот почему устный вид удобно, безумно удобно, именно потому, что это сохраняет гибкость системы и приспособления. Но вот обратите внимание, раз в неделю, нам просто в начале недели доволся список, что надо выучить, и куда, и какие книги надо посмотреть дополнительно. а в четверг наш учитель, который может было все время, всю неделю мы могли с ним проконсультироваться по поводу того, что мы учим, но раз в неделю он читал длинный, он читал часовую или полутора часовую лекцию, что он выучил в этой теме и как он выучил. Обратите внимание, его лекция была как тот материал, который мы учили неделю, как его притворить, как его превратить в закон, какие выводы из него надо делать, как эти выводы делать. Итак, вот это основная форма обучения психиолога, обратите внимание, она сохранила некоторых старинных присутствующих учат, как надо мыслить. Именно вот при этом обратите внимание, в отличие от новомодных теорий, которые говорят, главная бурная фантазия и в общем зачем лишние знания, которые ограничивают фантазию, и Шива очень любит буйную фантазию, но очень просит, чтобы она была наоснована на твердо выученном материале. То есть, пожалуйста, фантазия может летать как угодно, но она должна быть хорошо обоснованной. Вот этот стиль мы учим вас думать и вы очень много учитесь. То есть, мы вырабатываем стиль мышления. Вот это была душа устной Торы первоначально. При этом дополнительные знания, теперь вопрос, как преподать дополнительные знания, те, которые, вот решение Верховного Суда, как кто решал те или иные проблемы, то постепенно сложилась очень любопытная традиция, как мы этому обучались. Выглядело это так. Все дополнительные знания были привязаны непосредственно к стихам пяти книжек. И по этому поводу, когда учили тот или иной стих, то к нему давали все сопровождение, причем сопровождение часто касалось, а Верховный Суд по этому поводу принял такое-то решение, дополнение было. То есть как бы появилась вот эта традиция обучения, вот теперь смотрите, я обучаю будущего знатока Торы, я обучаю следующим образом, он учит устный текст, но я не говорю про пятилетних детей, пятилетних детей вы вот давайте чуть-чуть, значит как обучать пятилетних детей, теория выглядит следующим образом, чем младше ребенок, тем легче его заставить, по этому поводу пятилетних детей традиционно обучают самым неинтересным вещам, ему интересно просто знание, вот факт приобретения знания, ему это уже достаточно, ему не нужно содержательное интересное, ему пока ему интересно просто само обучение, сам факт, что я такое узнал, для него это уже интересно, по этому поводу маленьких детей обучают самым неинтересным вещам в большинстве европейских хедеров, то есть школ для пятилетних детей, начинали с книги левит обучения детей, то есть казалось бы решить самые интересные рассказы, бытие, ничего подобного, мы начинаем с самого неинтересного для взрослого человека, для взрослого внешнего человека, он учит книгу левит, потому что ему сам обучение ему интересно, ему пока он такой, надо ловить манер. Но это пока мы идем, это простое первое обучение, потом потихоньку, когда выделяются лет с девяти, обычно это происходит годом в девяти, когда ясно, кто способен в дальнейшем обучению, он читает по второму разу все. И теперь вот это второе чтение, оно сопровождающее информацию. И вот здесь первоначально это выглядело так, к каждому стиху привязаны основные выводы, которые из него делаются аккуратно. Значит, например, в законе от Фили и будут знаком на руку твою и тотофот на голову твою, детишки, запомните, знак в единственном числе, тотофот в множественном числе. По этому поводу в Фили ручном одно отделение, а в головном четыре отделения. Почему? Потому что множественное число у вас один. Один футляр, но он разделен должен быть на четыре. Вот эти привязки. И вот то же самое. Цицит, сделай выходящий из краев одежды. Детки, запомните, одна нить синяя, одна белая, а два того же цвета, что и плащ. Ну, четыре двойных нити, да? Значит, Детки, запомните, пожалуйста, одна нить синяя, одна белая, а две того же цвета, что и плащ. Если вы зеленый плащ, то вообще-то по норме должна быть одна не белая, одна хеллот, но синяя, название красителя, но в данном случае синий, я такое слово потребил, и две цвета плаща, и две зеленых. И вот это сопровождение, которое, вот как мы отсюда делаем здесь, то, что мы отсюда учим, это надо запомнить. Вот это обучение, оно идет лет с девяти, вот такое обучение начиналось и шло довольно долго. Замечу, что это опять-таки обучение на память. теперь, кто выделялся лет в девять? Не тот, кто лучше всех думает, а тот, у кого самая цепка пыль. Ну, и вы прекрасно знаете, значит, в школе учителя там, начальной школы предпочитают детей с цепкой памятью, чем детей умненьких, потому что умненькие, они как бы еще и в классе мешают придачи ко всему. цепкая память важнее и тренировать память, ну, я называю, я замечу, я не предлагаю вам вот сегодня применять педагогические теории, которые я излагаю, потому что я излагаю очень старинные педагогические теории где-то там века девятнадцатого ну, или первого века до новой эры. Учтите, что еще детей, которые умненькие дети, которым скучно учиться, учиться не хочется, там были силовые методы воспитания сегодня запрещенные, поэтому я не предлагаю применять вот сегодня эти методы, все-таки у нас другие представления о детях, об обучении, о целях обучения, о средствах, о методах, поэтому нет. Но я описываю, что было. В результате как бы все дети, они как бы учили все сопровождающие материалы, какие выводы этого делать. я хочу заметить, что ряд этих выводов любой читающий разумный человек сам сможет сделать этот вывод. Нет проблем сделать это. Куча выводов вот очевидно делаются при внимательном чтении, но иногда некоторые выводы правильные надо сделать на основании сравнения четырех мест в библейском тексте. Там некоторые выводы не сразу очевидны. и когда тебе вдруг говорят, что там оттуда-то вывод такой-то, ответ, ну, с чего вдруг ответ, мы сравниваем сейчас четыре отрывка, и при их сопоставлении вы увидите, что это так. Вот, например, давайте так, вот то, чего регулярно приходится объяснять на уроках. Почему Роша-Шана Новый год еврейский начинается в месяц Тишрей осенью, хотя мы хорошо видим в библейском тексте, что первая Ниссана, первый месяц года Ниссан. Мы хорошо это видим, многократно это написано. Ответ мы сопоставляем несколько разных отрывков и обнаруживаем, что праздник Суккот у нас назван Ткуфадга-Шана завершение года. То есть у нас праздник 15 числа 7 месяца является завершением года. То есть или с солнечным кругом, на самом деле оборотом года, на обороте года. То есть у вас или начало года, потому что это же слово употребляется по отношению к окончанию беременности. Ткуфадга-Лыда окончание срок беременности, окончание срока беременности, то есть роли. И мы вдруг видим, что хотя вроде бы первым месяцем называется Ниссан, но конец года у вас тишры, на основании чего мы сравниваем несколько разных отрывков. Вот эти нетривиальные замечания, которые возникают в результате сравнения и анализов, а их там достаточно много. Например, вот не всем очевидно, почему Хамец прекращают есть 14-го Ниссана в полдень, но вообще это практически библейский закон должен быть. И он правильный. Замечен не 15-го Ниссана, когда ПСА наступил, а за 6 часов до того. и это можно обосновать. Вот эти все, вот эти вещи, которые результат анализа, они, собственно говоря, собраны для вот этих уже более-менее подготовленных детей, они были собраны в некоторые стандарты. И вот учителя детей малых, когда преподавали, они так располагали материал, потому что так очень удобно его располагать. Дети учат хумаш, а к нему учитель рассказывает, какие выводы мы отсюда делаем и какие есть дополнения к этому в виде постановлений, решений и так далее. То есть у вас есть теперь, вот теперь к чему я говорю, обратите внимание, устная тора, как учение возникает, когда появляется необходимость преподавания. вот обучение отдельно взятых личностей я могу строить многими способами, но я вас уверяю, что те, кто пользовался этой методикой, они брали ее со старинного правила. Мы учим тору и учим все, что с ней связано в данной местности. Мы вот так ее изучаем. Замечу, что все это делалось на память. И то, что память нынешняя сильно уступает памяти прошлого, это точно. Это можно доказать. В тот момент, когда люди стали много писать, они разучились запоминать. А в тот момент, когда люди стали считать на калькуляторе, люди разучились считать. А вот теперь, когда у нас думает за нас компьютер, то люди разучатся думать. Но это в ближайшее время, благо, не наше поколение. Но память может есть серия образцов рассказов о памяти. Но я хочу, например, обратить внимание на одно свойство. В Талмуде много раз упоминается слово «танай» относительно очень специфических людей. Это были ходячие сборники устной тары. У них можно было спросить, и они выдавали все, что по этому поводу написано. Это вот такая ходячая база данных. При этом в большинстве случаев к ним относились с некоторой иронией и часто подначивали знания богатых. Это неумение анализировать сказанное. Это люди с потрясающей федеральной памятью механической, но без умения анализировать. Так вот, вот это где-то начинается мощное формирование, вот где начинается устное письменное то. вот теперь к чему я все это клоню? Просто я хочу закрыть тему там некоторую. К чему я клоню? Вы догадываетесь, что появляются умники, которые дома составляют конспекты. И у умненьких деток дома спрятанные как следует от учителя лежат конспекты сегодня пройденного. В общем, такие очень коротенькие, потому что бумага дорогая, чернила дорогие, и учитель увидит, уши обдерет, ежели заметят меня за этим безобразием, что я все это записываю. Все это на память училось. Но тот, кто не полагался на свою память, делал тайком запись. Вот это появление первой устной торы в письменном изложении. Это абсолютно частные записи, это домашний конспект. вот он как раз и положил начало устной торы в письменном виде. Это не одобрялось. Не одобрялось настолько, что там молитвенники были запрещены самым категорическим образом. есть описание о том, что Райф Янай, по-моему, я же не помню, кто именно, услышал, что какой-то в городе, кто-то в городе пишет молитвенники. И он пошел проверить, неужели такое безобразие в его городе творится. И когда он стал подниматься на второй этаж, значит, бесед жил на втором этаже, тот услышал, что кто-то идет и немедленно утопил все молитвенники в бочке с водой, его не поймали за руку на этом безобразии. И сказал по этому поводу Райфе, что попытка сокрыть преступление хуже самого преступления, в данном случае, было топить эти тексты нельзя. Их нельзя уничтожать. Их нельзя создавать, но их нельзя уничтожать. Вот обрат внимание, устная тараа, она существует именно в образованных кругах способ обучения и передачи, и она абсолютно устна. И то, на что его подвешивают все эти знания, это то, что в ученых кругах называется маргиналией, заметки на полях. Только сами заметки на полях не делайте, потому что не в письменном виде, но когда это перейдет в письменный вид, это будет называться маргиналией заметки на полях. вот она создается именно таким образом. И вот формирование, вот это конспектное формирование устной тары, как некоторых конспектов, еще не оформлены ни в какие книги, это где-то начало этого процесса, я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что это первый век до новой эры. Где-то вот там стали появляться пока записанные тайком, но уже записи устной тары. Я хочу заметить одну вещь, почему я так старательно это рассказываю, потому что дальнейшая форма сохранения этих знаний в виде мидраша письменного, она ровно повторяет вот это обучение. На самом древнем мидраша, которые до нас дошли, самые древние отрыки устной дошли, это вот такие маргиналии, только оформленные в виде книги. И еще один вариант, который сохранился только в других книгах, это готовые краткие, например, храмовый сборник, основные положения, что должен делать священник в тех или иных случаях. Просто краткие конспекты. Некоторые из них попали в мишну, можно доказать, что это прямо из храма, взято из храмовых записей. Священники для себя делали. Я могу показать, что там вот такие шпаргалки в храме существовали, ну, например, текст Сота был потом золотыми буквами выбит на одной стене золотая табличка, чтобы тот, кто переписывает, его мог смотреть. Вот такая шпаргалка, но она правда была золотом, исполнена в золото. Но первоначально это была шпаргалка. Вот такие шпаргалки, значит, самое древнее, что дошло, это вот эти вот конспекты вот этих маргиналей и еще шпаргалки, храмовые шпаргалки, кое-какие до нас тоже дошли. Вот это самые древние записи устной тары. И обратите внимание, и то, и другое как бы начинается с крайне неофициальных вещей и не одобряется. То это все было на память. Вот теперь, когда после всего этого предисловия мы, наконец, понимаем форму медрашей и дальше поймем форму первой книги закона, письменной устного закона. Ее форма станет понятна, почему она в такой форме сделана, а не в другой. Я все это рассказал вот ради этого. А так как время кончилось, то я здесь собираюсь остановиться. Если есть вопросы, с какой книги сейчас начинает обучение для детей маленьких? Сегодня обучение детей маленьких начинается книги Барешиф только с рассказов не с рассказов о сотворении, а с рассказов об Аврааме, по-моему, в основном принято в школах. То есть вот оттуда, вот оттуда начинают обучение. То есть как бы считается, что вот эти жесткие методы воспитания древности, где я могу заставить ребенка учить то, что нужно мне, а не то, что хочет он. Все-таки давайте договоримся, что в наше время это не очень принято. Сегодня как бы все хотят «jamme dressure», мягкое обучение, давайте так. Меня, когда я был маленьким, никогда за учебу не били. Вот не было такого, что меня подняли руку за то, что я плохо учился. Но учили довольно жестко. Но, кстати, по еврейскому закону, за то, что ребенок плохо учится, бить не положил. Не бьют за то, что глупый. За это бить вообще запрещено. Ну, глупый, он умнее не станет от того, что ты его побьешь. Вот за это бить запрещено было всегда. Но обучение было довольно жестким всегда. У меня родители там два педагога, три. И всегда довольно жестко следили за тем, чтобы ребенок учился. Насколько сегодня это возможно, я не знаю. но, кстати, в школе тоже жестко тогда обучать. Довольно то есть мальчик, пригласи, пожалуйста, свою маму в школу или зови папу в школу. Папе мягко намекает, что вашего ребенка неплохо было бы не произносил в советской школе, это было запрещено. вот, но да, но сегодня такие жесткие методы не проходят, поэтому как-то стараются сделать более развлекательно, но смотрите, я говорил с преподавателями школ израильских для детишек, и куча из них спокойно совершенно относится к большому количеству зубрежки в религиозных школах и считают, что большое количество зубрежки только на пути. Окей, Мир, ты видишь в чате еще вопросы? Вот это Андрея. Я не жалею, я благодарен своих родителей за то, что меня жестко учили. Я просто благодарен своим родителям за это и нудить над детьми учитесь. Мои дети мне благодарны за то, что мы были занудами и требовали от них учиться. Мои дети все признают, что это было правильно и это единственный способ. Если школа не может нудить, значит уведить должны родителей. Кто-то должен этим заниматься. Иначе даже самые талантливые дети плохо хочут. То есть будут не очень удачными. Учить надо, я не говорю, что детей, я повторяю, детей пороть не надо, не надо бить детей, но следить за тем, что дети учились, надо и жестко. Это с моей точки зрения, я не настаиваю. кто считает по-другому, пожалуйста, навязывать другим методы обучения детей, ваши дети. Вы другие люди, вы по-другому ведите мир, вы по-другому воспитываете детей, вам беднее. Это вот так. Может такой вопрос, если можно, как бы на него короткий ответ. вот то, что ты сказал, что запись началась где-то в первом веке христианской эры, да? А есть какая-то... нет, до. До, окей, но это ложится в то, что я хочу спросить. А есть ли какая-то, ну не то, что параллель, связана ли это как-то с теми событиями, которые происходили, то есть разрушение второго храма, начало христианства, общее брожение, общий балаган, если так можно сказать, который начался. Внимание, брожение было до того. Брожение началось сильно до того. Брожение началось где-то, ну, во-первых, я напоминаю вам, вот эти существования сект, я не стал, просто я не успеваю все рассказать, потому что возникновение вот этих сект, они все первый век до новой эры, на самом деле, эти секты. Это Байтусеи, Садукеи, две, как минимум, секты есеев, разнесенные по временем, по-моему, на полвека. Куча народу считает, что Кумрадская община, это одна секта, это две разные секты, разнесенные по времени довольно сильно. И там просто видно по записям, что это разные, два разных времени. И, кстати, есть анализ эпиграфический, полиографический по стилю, дело в том, что найденные древнерусские по стилю шрифта определяются с точностью до четверти века, более-менее, когда составлены. Сегодня это очень хорошо развитая наука. Эти секты ведь были регулярно именно на спор о том, как понимать письменную тору. А как, а какой спор может быть? Письменной торе написано, вы все слова знаете. не было споров, какие там слова стоят. Как раз спор о версии может быть спор о версии, но это в считанных местах может быть такой спор. Основной спор, как это понимать. И дальше вот это начинается. Мы настаиваем, что у нас есть устная традиция, что это надо понимать вот так. Говорят пружин. Значит, в Садукеи говорят, у нас есть устная традиция, что это надо, у нас устная традиция, чертов мы твердо знаем, обратите внимание, логика феноменальная. Черту устную традицию мы знаем, что это нужно так. Откуда мы знаем? Знаем и все. Я от папы это устал, говорит он. То есть у вас своя устная традиция, оказывается, где-то тут водится. Нет, мы против устной традиции. Слушайте, вы можете как-нибудь? Мы непосредственно в Торе это вычитывали. Почему вы это место читаете так? Ответ ну папа мой так читал. То есть это длинный анекдот. Садукеи, которые якобы отрицают устную традицию, у них своя устная традиция есть, которая упорная. Они говорят вслух только, что они против устной традиции. На самом деле у них своя она просто. в Кумране своя еще одна совершенно бредовая регулярно. Люди вдруг начинают понимать текст абсолютно буквально и вдруг выясняют, что жить так в обществе нельзя. У них потрясающий эффект. Они сказали, что они знают, как надо жить по Торе, отправляются жить точно и по Торе выясняют, что они не могут выйти в город даже в результате такого понимания. Они создают свою устную традицию. Это же всегда приятно сказать, что я умнее всех, это место надо понимать так. У Димы вопрос слиха. Значит, отсутствие сангедрина в наше время, отсутствие сангедрина в некотором случае. Дело в том, что мы хорошо научились жить, обходясь без единого общего решения. Мы научились жить так, что две соседние общины друг другу не мешают. Был бы сангедрин, он бы пытался навести единый порядок. А нам это нужно сегодня. Вот я имею в виду следующее. Я не собираюсь лезть в высокие дебри, нужно ли эту нору еврейскому народу. Вот нужно ли нам перестраивать нашу синагогу, потому что какие-то дяди сказали, что правильная форма синагоги такая, как у еменидов, а не такая, как у ашкеназов. Или наоборот, то же самое спросят еменидов, почему синагога должна быть такая, как у каких-то ашкеназов, а не как у нас. У нас традиции древнее, закричат одни. Кстати, я не верю, что традиция древнее, я считаю, что наша традиция древнее. Но это отдельный разговор. Если дело дойдет до единого решения, нам это сегодня надо. Мы умеем, у нас есть авторитеты достаточные, чтобы решать основные проблемы. Мэйра, можно вопрос по легитимизации? Допустим, был Сангедрин и сидел в Иерусалиме на территории храма. Половина сидела там, половина за двором. И они приняли решение на основе аллахических метрашей, на основе письменной торы. Приходит Трамбом маймонит, и он кое-что изменяет, кое-что добавляет, это кушайте, это не кушайте. Приходит Шульханарух позже Рамбома и говорит другое совсем. Нет, говорит, Рамбом неправильно сказал. Они не посмели это сделать, они попадают в закон Мамре в этом случае. Если вот тут есть правило, что человек, который ученый, не невежда, который говорит, я не принимаю ваш закон, вашего Сангедрина. Черт с тобой, кто ты такой, ну не принимаешь, так живи, как умеешь. Слушай, я не могу тебя заставить. Либо могу пусть тебя выпилить твой Рамб за, называет самокод Марбус, за бунг. Но, если ученый человек, наделенный авторитетом и властью, говорит, я не буду выполнять это решение, то он попадает под прямой закон Торы о бунтующем старце. рамбом, если бы был сангедрием, жизни бы этого не сделал. Потому что он считает, что ежели Верховный суд корректными, законными, с точки зрения Торы, методами, принял постановление, то с этого момента спор закрыт. То есть, это означает, что теоретически я имею право продолжать преподавать свое мнение, как хочу и где хочу. Но я при этом должен оговорить, что на практике решение не так, как я излагаю, а есть решение Верховного Суда, что дело должно выглядеть вот так. То есть, эта вещь переходит в теоретическое мое мнение. То это корректно. Но когда я начинаю говорить, нет, так не поступайте, как они сказали, а поступайте вот так. И, значит, кашрут стеклянной посуды нужно разделять на молочную и мясную обязательно. Представьте себе, Сангидрин в свое время принял решение, вот давайте прогустрирую, стекло в этом случае хорошее образец. Стекло не принимает скверну или постановлением Сангидрина стекло принимает скверну. Есть постановление отдельное. При этом все признают, что это постановление. что это не закон торм. Очевидно, что стекло не должно ее принимать. Не менее очевидно, что с того момента, когда есть постановление, стекло принимает скверну. Спасибо за внимание. Я могу теоретически доказать все, что хочу про стекло, но есть постановление Сангидрина. Все, вопрос закрыт. В смысле на практике. полиэтилен, постановление Сангидрина. Вы не дослушали мой вопрос. У нас, как я понимаю, Аллаха по охраним, то есть по тому, что скажет Равширки мне. Поэтому я должен слушаться. И для меня не авторитет. Шульханарух, там может быть написано совсем другое. Маймонит я изучаю ради интереса. Тем более законы Сангидрина, который сидел в Иерусалиме. Правильно? То есть как может Равин, который живет в нашем веке, пойти против Маймонида, тем более пойти против того, что мудрецы написали. Открой вам тайну. Шульханарух почти всюду в 10 форм Маймонида и Раевода закон принимается по Раеводу. Почти всегда. Против Маймонида. Считается следующее, что там, где Раевод не спорит, он согласен. Поэтому это их общее мнение. То есть это мнение Раевода. То, что написано Рамбом, это мнение Раевода. А вот там, где он спорит, чаще всего закон по Раеводу. Раевод это Раби Авраам, Бен Давид и Спаскера. Раевод третий. Их там три Раевода. Раавад. Возьмите внимание. Раавад его больше называют у нас. Раевод яшкинадское произношение, ешивное произношение. Раавад, конечно же. Значит, Раавад, он Раавад третий. Обратите внимание, самый большой в мире авторитет Рамбом, но Галаха Сурхана Рухи нечисло по его оппоненту. Дело в том, что мы как бы доверяем нашим раввинам, что они знают, в какой вид сформулированный закон Сурхана Руха пришел к нашему времени. что он знает, во что это сегодня превратилось. Например, можно ли есть селедку с молоком? Можно ли вымочить селедку в молоке? Большинство народу Ашкеназского считает, что там, где Раби Йосиф Корона писал, что нельзя, он описался, он имел в виду мясо в молоке. Но сифардские вот женщины, например, и сифарды, они рыбу с молоком очень плохо относятся. Ашкеназские раввины, это надо читать, это какая-то прелесть про рыбу в молоке. Они все пишут нельзя. Потом дальше, но в масле можно, и со сметаной можно, и если селедка слишком соленая, то вымочить в молоке тоже можно. То есть, как бы, подождите, а что же нельзя? Ну, в общем, нельзя. Но запивать лучше нельзя, иначе плохо. Рыбу селедку молоком нельзя. Не пробовали. И не надо, и не пробовали. Вот. Но обратите внимание, они знают, во что это превратилось. Они знают текущее положение дел, поэтому мы полагаемся, что из Раева, Рамбома мы закон не берем, а полагаемся, что наш раввин знает, во что это в текущем состоянии превратилось, и кто в данном вопросе авторитет. Потому что, в конце концов, рабе Иосиф Коро, кроме малого Сангидрина, Абарбанеля, Рамбома и Арбатурин, Раби Якова Бен Ачера, имел еще большой 70 человек, 70 авторитетных книг. Честное слово, я даже никогда не просматривал весь список из этих 70 книг. И мы просто полагаемся, что он посмотрел, мы полагаемся, что наш раб читал не только Шумханаруху, но читал примечания, в том числе и современные, что его в Ешиме предупреждали, когда он учился, что такой-то пункт надо брать не так, как там написано, а поправки надо смотреть вот там, там и там поправки. Мэйр, а у вас есть такой раввин, которому вы доверяете 100%, если не 110? Дим, я только хочу сказать, мы не решим сегодня на одном этом, мы не решим все проблемы Димы, не решим все проблемы вообще еврейского народа. У меня есть городской раввин, когда у меня проблемы галактические, я иду к городскому раввину. К первому или ко второму? К первому, конечно, к Сефарду, к Кашкенадскому к Кашкенадскому к Кашкенадскому. Ну хорошо, Седор Гамур. Господа, это называется Миротек, это было потрясающе, мы приближаемся к двум часам, я понимаю, что у нас общее желание, мы дорвались наконец до живого гугла, мы сейчас получим все ответы. Это не так. Мы приближаемся. Дима Атон, можно я спрошу, мне это важно. То есть исполнение заповедей зависит от того, в каком ты направлении находишься? Давайте исходить из следующего. Мы исходим из того, что направление, которое мы выбираем, это честные люди. Что те, кто их возглавляет, честные люди. Они не пытаются нас заставить нарушить то. Они говорят, что так сегодня правильно мы им доверяем. Мы же ведь еще понимаем, как расставляются акценты. Что важнее, что не важнее. Кто считает, что важнее день и ночь делать то, а кто считает, что важнее это. у нас есть способы разные подключения. Все-таки я напоминаю вам классику по поводу Медраж, который говорит про 12 ворот, которые вели в храм. Как бы для каждого колена отдельно. Это не правда, но не важно. Как бы для каждого колена отдельно. Как бы каждый человек, ну пусть не каждый колен, но каждый представитель должен иметь свой путь. И этот путь должен быть открыт. Если это путь. Один вот шаг влево, шаг вправо. Давайте я отложу разговор о серой стороне закона. Окей. Ты сделал отличное промо для следующего занятия. Замечательно. Я предлагаю отпустить Мейера. Голосуй. я предлагаю меня тоже отпустить. Замечательно. Да, Мейер, спасибо огромное. Это просто чудесно. Да. Было потрясно Мейер огромный клад. Мы попытаемся его с Божьей помощью использовать со страшной силой. Счастливо. Шаббат шалом. Пока. Спасибо. Шаббат шалом. Пока, пока, пока. Всем счастливо. Спасибо большое, Мейер. Пока, пока. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Мейер огромное спасибо.